Приветствую вас. Для начала я бы хотел спросить о том, насколько вы рассказываете нам сейчас аутентичную историю. То есть, насколько история, которую вы нам сейчас повествуете самостоятельно, да? То есть, не было ли у вас раньше с молодым человеком проблем каких-то? Не было ли у вас раньше с молодым человеком трудностей? Не было ли у вас раньше с молодым человеком трения и так далее? То есть, когда вы пишите, что запутались, настолько сильно запутались, то мне кажется, что вы говорите не только о этой ситуации, да? А вы говорите, ну, в том числе о какой-то другой ситуации. То есть, вы говорите о, ну, например, своих проблемах. Ну, вот, своих проблемах именно с молодым человеком. Вот, вообще. То есть, мне кажется, что проблемы у вас были ещё до этого, до того, как вы, значит, попали в эту ситуацию для себя. Вот, и если проблемы были, то с ними нужно разбираться. Вот, нужно разбираться с тем, откуда растут многие у ваших проблем. Почему у вас такие непонимания между, вот, вами, да? Вот, это нужно исследовать. Дальше. Значит. Вы пишите. Мой парень бронул юбилей семьёй в ресторане, меня не позвал. Ну, опять же, как бы здесь очень важен контекст. То есть, если юбилей мужчины, да, парня, если юбилей, то, вероятно, он и не должен был вам звать. Вероятно, вы, в принципе, сами, может быть, могли бы, могли бы приехать туда и поздравить ему, и я уверен, что вам были бы рады. Вот. И, с другой стороны, не должны понять им контекст, да? То есть, в контексте этой, всей этой ситуации не совсем понятно. Как принято у, допустим, молодого человека, как принято в его семье, ну, вести себя, да? Как принято. То есть, это вот всё, знаете, такой момент, момент восприятия. Это всё только, только восприятие. Можно, можно так сказать. Далее. Значит, я поехала к подруге в гости. Опять же, есть противоречие. Если он вас не послал, вы поехали к подруге в гости, окей, это ваш выбор. Но, вы его поздравили, вы ему вручили, там, подарок, если, опять же, принято дарить подарки. То есть, непонятно, непонятно, вот это вот непонятно, абсолютно. Дальше. Если вы поехали к подруге своей, то почему вы обещали ему освободиться к шести? То есть, если он вас не позвал, то вообще не надо было тогда освободаться. То есть, для чего вы сказали ему освободиться. Дальше. Если вы сказали, что освободитесь к шести вечера, то почему опоздали? Вот. Почему опоздали? Для чего опоздали? Дальше. Он сказал, туснись к подруге дальше и то, что я наплевала на его ДР и простите на него не может. Возможно, ему было неприятно, но что вы-то сделали? Вы продолжали время проводить с подругой или все-таки поехали к нему? Как у вас вообще идея, вам в голову прислала идея поехать к подруге, если у вашего парня, любимого, да, День Рождения? Ну, то есть, противоречие. Я думаю, вам нужно противоречие разрешить, когда вы поймёте для себя, чего вы хотите сами, что вы хотите сами. Тогда будет лучше. Вот. А пока... Пока вот так. Пока вот так. Дальше. Я настолько запуталась. В чём? Я правда виноват в этом. В чём? В виноват? В чём? Я правда бросил ещё час времени. Ну так... А с чем связано сейчас времени? Если бы и так до 6 вечера. По сути, весь день. Если бы он правда хотел разноваться мной, пригласил бы меня в ресторан вместе с семьёй. Отдаётся контекст. Отдаётся контекст. От того, как принято в его семье это делать. Может быть, семья его пригласила в ресторан, а не он в семью. А может быть, он в семью пригласил, а ждал, что вы сами придёте. То есть, всё-таки, всё-таки его день рождения. То есть, тут очень много зависит от того, как принято, от традиций. Вот на этом не ориентироваться. На это и на свои желания. Я думаю, что если вы разберётесь с этими моментами, то вам станет понятно, что происходит, и вы перестанете путаться. Ну, мне кажется, что просто у вас отношения не складываются. То есть, в отношениях есть некие проблемы, не относящиеся вообще к тому, что произошло сейчас. У вас в отношениях есть проблемы, которые вот сейчас просто вылились и вылились в этот конфликт, а с конфликтами на ровном месте. И абсолютно противоречивая ситуация, как бы, говорят о том, что вы оба провоцируете этот конфликт. То есть, вы оба хотите конфликты зачем-то. Вот. А это значит, что какой-то негатив уже накапливался раньше. Ну, раньше, до этого. Какие-то конфликты, недополимания, стрения, разногласия, раздражения взаимные друг к другу. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!